Друзья, добрый-добрый день! Мы вышли на бульвар с собачками. Время позволяет. После утренней бегать не по магазинам я немножко отдохнула и подумала, что впереди, возможно, будут дни, когда мы не сможем выйти. Может быть, непогода, и снег, и дождь, и ветер, и холодно. Поэтому пока хорошо и сухо, мы решили прогуляться, тем более до бульвара рукой подать. Сегодня у меня произошло радостное событие. Сейчас расскажу, какое. Недалеко от нашего дома есть такой небольшой книжный базарчик. Это громко сказано. Продают книги мужчина. Кто-то приносит, что продать, кто-то просто приносит за ненадобностью. У него складик, он всё складывает и потом выкладывает на бордюре. Можно взять, почитать, сколько это стоит. Но так как я у него постоянный, постоянный не клиент, а просто постоянно идущий мимо туда-сюда, мне он предлагает взять, просто почитать бесплатно любую книгу. Сегодня как раз я проходила мимо, и что-то заставило меня остановиться и пробежать глазами по рядам книг. И вдруг, о чудо, я наткнулась на книгу, которую искала, ради которой я пошла в Алинино, на площади фонтанов, и не нашла её там. Наверное, есть более позднее здание. Это здание 1986 года. Там, конечно, нет наших новых названий улиц, но книга, та книга, которую я искала и которую мечтала приобрести, это... Городостроительство Баку, Фатулаева. К тому же, там было две книги. Городостроительство Азербайджана тоже. Я купила обе. Какой-то парень молодой сдал эти книги, он уезжает, а он их собирал. У него целая серия таких разных книг на эту тему. И вот он приносит. И оказалось, что люди покупают и разбирают. Мне повезло, я взяла последнюю. Вот. Так что я приду домой, покажу вам. И, конечно, уже начала читать. Уже начала читать оттуда, отсюда. Не знаю, мне это очень интересно. Вот. Теперь у меня будет чем занимать свои какие-то минутки, когда не знаешь, чем заняться. Как раз чтение, которое для души, для ума и для самообразования, скажем так. Вот. Итак, вот мои две книги. Моё необыкновенное приобретение. Шамиль Фатулаев. Городостроительство и архитектура Азербайджана 19-го начала 20-го века. И Городостроительство Баку. 19-й, начало 20-го веков. Обе книги. Издательство Ленинград. Ленинград. 1986-й год. Я уже просмотрела. Здесь, конечно, у нас старые названия улиц. Но это можно будет описать. И что самое интересное, Вот в этой книге Городостроительство Баку На титульном листе Я обнаружила необыкновенную Надпись Дорогому Фазилю, Молодому учёному, Самыми наилучшими пожеланиями Успехов и счастья От автора этой книги 24 июня 79-го года Шамиль Фатулаев. Представляете? Это просто мистика. Это просто пожелания из прошлого, я думаю. И эта книга неспроста попала мне. То есть она попала Как бы от Шамиля. Вот как-то вот судьба распорядилась, Чтобы эту книгу он подарил И мне тоже В конечном итоге. Шамиль Сейфулауглый Фатуллай Фигаров Советский азербайджанский архитектор И историк архитектуры Академик национальной академии наук Азербайджана Заслуженный архитектор Азербайджана Фатулаев рассказывал о себе Я принадлежу к древнему дербенскому роду Корни которого уходят в 15 век Меня часто спрашивают Почему у меня двойная фамилия Фигара Фатулаев Вторая половина фамилии Более позднее приобретение А история такова В первой четверти 19 века Царские чиновники Заселили дербент Периодически проводили что-то вроде переписи Им было довольно тяжело Воспринимать на слух мусульманские имена И когда мой прадед По материнской линии Представился как хаджи Зульфу Горбек Чиновник не утруждая себя Написал Фигаров Из 1841 года Вся наша семья стала носителем Этой неожиданно приобретенной фамилии Вот А дед моего отца Фатула Бек И отсюда Фатулаев Вот интересно он рассказывал себе Если обратиться к генеалогическому древу Нашей семьи То можно заметить, что в его ветвях Тесно переплелись знаменитые фамилии Азербайджанских миллионеров Среди которых Ашурбековы Амираслановы Ханларовы Братья Тагивы Но мой дед в разговорах с молодыми По стажу нефтепромышленниками Шамся Садулаевым Мусой Нагиевым Любил повторять Вы стали миллионерами за одну ночь Когда появилась нефть А для меня это состояние не нового Действительно Ко времени нефтяного бума Семья Фигаровых уже давно владела Рыбными промыслами Большими земельными угодьями Домами Красивыми садами Посмотрите Сколько страниц Занимает Список произведений архитектуры Рекомендованных для взятия под охрану В каких городах Азербайджана Находятся дома Какие-то архитектурные ансамбли Которые составляют историческую ценность Зачитаю дальше Это я нашла в интернете статью про Футулаева Меня волнует, что современная архитектура Не имеет души Я приложил немало усилий Чтобы 850 зданий И Чаришахер И Фарштадта То есть Фарштадт Это то Те строения, которые Располагаются за крепостными стенами Фарштадта Государство взяло под охрану Как памятники архитектуры Мы должны с большим вниманием Относиться к нашей культуре И к нашей истории Наша история в камне Удивительно по своей необычайной красоте Богатству содержания Лично мне нравится Аура и Чаришахер Люблю торговую Сейчас мало хожу по городу Но выйдя из дома Всегда внимательно осматриваю Все архитектурные сооружения Мне иногда говорят Шамиль Муалим Вы столько книг написали о Баку И опять смотрите Опять изучаете А я иначе не могу Надо посмотреть Были Ну, наверное, были более поздние здания Сейчас попробую в интернете найти Шамиль Фатулаев родился 24 декабря 1928 года В Баку Умер 9 марта 2015 Совсем недавно Ну вот, буду читать, изучать, вникать Если что-то будут Какие-то интересные Сведения Моменты С которыми я захочу поделиться Конечно, я буду о них рассказывать Кстати, вот Фон Нонны Вот он, Фон Нонны Который Который явился автором Проекта Дворца Дебура Где скоро должна открыться По-моему, там должна открыться Выставка Симметрии Ну всё, дорогие друзья На этом я закончу маленький обзор Изумительных книг Которые попали По счастливому случаю судьбы Ко мне До свидания До новых встреч Пока Когда я гуляла по городу Специально поехала на улицу Сафарли Посмотреть Как идёт реставрация Этой части города Как обновляются старые дома Там как раз Прекрасный дом Дворец Асадулаева, кажется Вот И мне показалось Что Многие дома Облицовка их Вернее, подновление их Заключается в том Что их Что-то вот То ли красит То ли белят Как-то вот грубо Замазывают И я была Очень разочарована Очень расстроена Очень И я Не будучи архитектором Я не будучи Реставратором Вообще Не имеющий Никакого отношения Я подумала Что наше Вот этот камень Из которого Строится Строятся дома Он настолько Он настолько сам по себе Красив И выразительный Что его нельзя Вот так закрашивать Его нужно чистить Ой Короче Послушаем Я нашла ещё У Шамиля На международном Дома построен Из кирпича Из кирпича На штукатурке Ещё кому интересно Вопрос При строительстве Города Баку Использованы Разные стили И направления Так как для работы Приглашали Зарубежные архитекторы В то время И местные архитекторы Добавляли Восточные мотивы Тем не менее Всё удачно Сочетается Сознан Красивый ансамбль Как это получилось? Так Прокрутим За счёт мастерства Ответил Шамиль Фатулаев В то время Была одна школа Основная часть Известных архитекторов Николай фон Дернонны Гаславский Плашков Буйнов Баев Наш Ахмедбеков И другие Учились в Петербургском Институте Гражданских инженеров Где преподавали Лучшие российские архитекторы Того времени И эти студенты Прошли высокую школу мастерства Но в то время Они все хорошо учились Ну всё Это можно продолжать бесконечно На сегодня заканчиваем Я надеюсь, что Вам было интересно Действительно Пока Спокойной ночи